Всем привет! Я прислушиваюсь к вам, и вы попросили, чтобы я снимала домашние влоги. Сегодня суббота, завтра пасха, поэтому это будет влог двух дней. Так как у меня малыш у бабушки, мы с Никой, как свободные птицы, можем посвящать время себе. Сегодня я сейчас еду, проколюсь быстренько на уколы. Потом мне надо, я вот на свою машинку ставлю, уже поставила газ, и сегодня мне будут что-то там настраивать. Поэтому сейчас я еще после заеду, мне настроят, а потом я планировала с братиком, с мужем, с Доминикой пойти в кинотеатр. Как там будет по плану, конечно, я не знаю. И еще хочу возобновить, девочки очень многие любят, я сама, если честно, люблю. Это когда весна, и хочется наряжаться. Вот я, в принципе, начала уже. На мне моя любимая обувь. Она, в принципе, очень-очень такая универсальная. Вот. Любимый мой кардиган. Он, конечно, уже, ну, может сказать, я его так хорошо поносила, поэтому он уже изживает себя, но он очень любимый, очень теплый. И платье. Платье я купила ВКонтакте. Я очень часто заказываю. Сейчас я вам покажу. Вот. С открытыми плечиками. ВКонтакте у девочки Любовь Литвинова. Она мне, наверное, уже должна платить за рекламу, потому что я постоянно ее рекомендую, но у нее действительно недорогие вещи, и бывают хорошего качества. Бывают и не очень, скажу честно. То есть, когда вы заказываете через интернет, имейте в виду, что это лотерея, это кот в мешке. Поэтому где-то мне везет, где-то не везет. Это, в принципе, хорошее платье, как и предыдущее серое. Поэтому можно взять, оно стоит недорого, я сейчас уже не помню сколько. Я его смиксовала вот в таком, наверное, образе. Такая девочка, маленькая девочка. Но можно исправить ситуацию, надев лодочки. Вот если вы наденете лодочки и смените, например, верхнюю одежду на куртку или на пальто, или, может быть, на другой кардиган, не такой оверсайз, а более такой приталенный, например, или просто прямой, то поменяется, это платье станет такое элегантное, женственное, и вообще ваш образ поменяется. Поэтому я, может быть, даже сегодня сменю свои обувь и буду более элегантной. Сейчас, так как я еду по делам, в больницу на каблуках тоже не очень правильно ходить, стучать там людям по головам, вот, своими каблуками. Поэтому я наделаю такую обувь. Все, оставайтесь со мной, буду меньше болтать и больше снимать. Чего? Это пасочка. Это куличики. Папа привез куличики от Анюты. Анюты огромное спасибо. Она не планировала на продажу, я ее очень-очень попросила, и вот она делала для себя и сделала для нашей семьи. Смотрите, какая красота. Но мы еще не пробовали, вот только-только распаковала. Вот эти и еще... Куда папа делала? И вот еще одна. Это я попросила для подарка. Вот. И она запаковала. Тут цыпленочек. А это вот для нас. Мы пойдем ночью их сегодня светить. Вот. Спасибо, Анюта. Да. Мы тут с Никой, смотрите, что делаем. Я это красим. Издеваемся как можем. А это у нас такое яйцо. Стремненькое. А вот это вот яйцо я покрасила лаком. То есть в теплой мисочке. Его не есть никому. Это правда. Я налила в мисочку. Ну, в тарелку воды. И капнула туда немного лака. Помешала и туда яйцо. И получила от мамы звездилей. Чтобы не испортить тарелку. Вот. И воняет лаком теперь у нас весь дом. А еще Ника взяла и испортила Пасху. Она решила отрезать кусочек. Вот. И вот наша корзинка, с которой мы пойдем в церковь. Она у нас вся в кроликах. В зайчиках. И тут мы покладем наши пасочки. Куличики. Ну, что ж, я постоянно их называю пасочками. И я вот думаю, что даже вот я сделаю с наклеечками. Расческа, пап, твоя. Сделаю с наклеечками еще пару штучек. В общем, для разнообразия. Мы делаем все. Все на свете. Смотрите, Ника расческу берет. У нас тут творческий беспредел. Да. Мы сейчас докрашиваем яйца. И вот мальчики уже готовы, чтобы ехать в кино. Ну вот мы с Николькой и закончили. У нас получились вот такие вот яйца. Мы их красили в разные цвета. И желтенькие. В общем, стандартные, классические, яркие цвета. Красивые кулички от Анюты. И у нас тут есть такие еще, которые сохнут. Которые, видите, у нас полопались. Вот. Это Ника тут что-то делала с яйцом. Это то, которое было в лаке. Не знаю, мне кажется, опасно его есть. Самые красивые. Это желтенькие такие, как цыплята. Идут, идут. Петя, как тебя-то надо мной. Баба, знаешь, показать билеты? Сколько? Ты же сказал... А ты не снимала. Подожди, подожди. Ну подожди, ты же сказала то, что бери хороший. Я взяла один билет 145 километров. Мы в Турцию слетать можем. Жудесно, красава, красава. Не, ну серьезно, вот. Ну дай покажу. Вот смотрите. Это капец какой-то, но... Это мы будем спать теперь, да, на сиденье? Борисович, мы будем спать. Это диваны. Красиво уйти. На диване красиво уйти. Петя всегда на диванах спит, поэтому мне интересно, сейчас на спальне будет или нет. Не снимай. Так что, ты здесь не будешь? А у нас осталось 20 минут до тут. Мы не успеем. Ну тогда что, топ-корн? А потом можно поездить. Пошли. Пошли. Хочу и снимаю. Ты чей муж? Нет, ты чей муж? Мой. Хочу и снимаю. Петя никак не может улечься. Слушай, ну я только не заказал. Что ты не заказал? Столько много. Мы уже вот, мы уже лежим. Я обожаю. Почти лежу. Не надо никому этот чувак, хочу его женить. Достал он нас. Всегда ходит с нами как хвостик. Ладно, шучу. Я сама его зову. Кстати, у него много вредных привычек. Он пьет пиво. Бурит труб. Мира. Единственный у него огромный плюс, у него классное чувство юмора. Если у него огромный плюс, буду юморить постоянно. В общем, если кому нужен такой муж, юморить, обращайтесь. Продам за недорого. Колым, колым. Обожаю рекламу. Семь лет за дурь. Не они не си. Не си, не шесть. Снимать нельзя, я закругляюсь. Христос воскрес. Воистину воскрес. Мы были в церкви. Сейчас возвращаемся. Нас облили. Мы были все-все-все мокрые. Прям очень мокрые. И у нас даже вон Пасхи потепли. Потому что все было мокрое. Мы в церкви, которая находится у нас в парке партизанской славы. Мы ее очень любим. Потому что она находится в таком месте. Она вот не знаю, прям очень-очень нравится нам эта церковь. Сейчас уже все закончилось. Служба закончилась. Но люди подходят, чтобы их осветили. И пасочки, и пасхи. И куличики, и яйца, и вино, и колбасу. Там, в общем, все на свете. Но алкоголь не пьет. Поэтому у нас только наши куличики и наши яйца. У нас Никина любимое яйцо. Как ты говоришь? Змеиное. Она говорит, что это змеиное яйцо. Так, ну что, мы уже домой. Да, кушать пасочки. Да, но мы планировали, что мы с тобой планировали? Ну, мы планировали съездить в поворот. Пошли поесть. Нет, до этого. А до этого мы вообще планировали на Софийскую. Да, мы хотели на Софийскую погулять, еще в парке погулять. Но мы не знаем, потому что мне вчера было не очень хорошо после кино. То есть голова очень сильно болела. Утром вроде нормально, но я вот думаю, может быть, лучше остаться дома. Потому что, в общем, меньше ходить. Ну, не знаю, как будет. Поэтому вы будете участвовать с нами. Я думаю, что-то да будет. Как-то день мы все равно интересненько проведем. Мы в поворот заедем. Сегодня мы не будем дома делать шашлыки. Мы заедем в кафе и будем кушать там. Это реально обычное кафе, это не какой-то ресторан. Но там очень вкусный чай и реально очень вкусный мёс. И в классном месте. Я вам покажу и расскажу, что здесь за ним. Поехали? Оставайтесь с нами. Мы тут уже укладываемся. Будем ехать домой. В принципе, мы могли пройти пешком. Но мы поехали, потому что выехали, когда было еще темно. И нам было страшно идти по лесу на рассвете. Поэтому мы решили, что, наверное, лучше поехать, так безопаснее. И мы не людей, наверное, даже больше боялись, а собак. То есть, в принципе, у нас частный сектор и собаки все с этими на ушках. Ну, что они безопасные. Но в любом случае, знаете, мало ли, очень, короче, мы слегка побоялись. Да. У мамы очень-очень красивое платье. Длинное такое. Да, я это платье очень люблю. В этом платье мы крестили Демушку. И оно вот для церкви, мне кажется, вообще очень здорово подходит. Как-то очень подходит. И вот оно у меня как раз для случаев, когда надо пойти в церковь. Сейчас будем угощать наших соседей куличиками и яйцами. У нас очень хорошие соседи. Ну что, поехали? Поехали. Ну, мы начали смотреть фильм. На улице погода чуть-чуть испортилась, мы решили поехать погулять попозже. И по совету начали смотреть. Кстати, вы, кто-то из вас и посоветовал фильм 2 плюс 1. И мы решили посмотреть фильм, а потом поехать погулять. А потом поехать в кафе покушать. Что-нибудь вкусненькое. Шашлычка. Это же традиция, правильно? Шашлычок кушать. Да? Да. Вкусненький шашлычок. Я болтаю, все молчат. Вот. Я буду теперь смотреть, у меня как подсказка и под одной фотография, где я попросила ваши рекомендации фильмов. Вы порекомендовали. Теперь, если мне надо посмотреть фильм, я всегда заглядываю туда и по вашей рекомендации смотрю. Вот сегодня мы смотрим 2 плюс 1. И, кстати, снимается здесь хороший актер Амар Си. Вот он. Что ты употребляешь? Я тут включила мантру и у меня тут благовоние. Петя заходит и говорит, что ты употребляешь? Папа нам подарил цветочки. Мне подарил каллы. Каллы, мои любимые. А у Ники какие-то... Лилии. Да. Всем добра, 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 добра. После того, как я вернулась из Шриланска, он все время так говорит. Девчонки, мы сейчас собираемся... Дови всем добро, добро, счастье. Счастье, добро. Мы собираемся сейчас поехать в магазин купить креветок, потому что вечером будут креветки еще. Ну, вроде бы папа так говорил, да, пап? Да, 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 едем кедем. Да, это мы сейчас просто смотрели с Никой. В общем, короче, слушаем мантры и не... А, нет. Там было по-другому. Я хотела позвонить папе и засунула руку вот с этой стороны. А я смеюся, говорю, как в этот, я как богиня индийская. Очень смеялись. Потом мы поедем в кафе. Кафе называется Поворот, оно находится на въезде... У тебя еще и две головы. Чудовище просто. Ну, так доставай, чтобы ты там употребляешь. Будем вместе. Ой, Петя, Петя. Кто хотел сказать, я добро употребляю. Вот. Поэтому я не знаю. Чтобы блок не был сильно длинным, может быть, сейчас его закончить? А может быть, продолжить показать вам... Ника, ты меня отвлекаешься. Или продолжить его в Повороте, показать вам это место. Оно недорогое. Оно в лесу находится. Это самая обычная кафешка, но там очень вкусная. Там безумно вкусный чай. Наверное, я вам покажу. Поэтому оставайтесь с нами. Сейчас поедем, я вам покажу. Мы приехали, но погода вообще нелетная. И обычно мы сидим на... Сейчас я подождусь, попрошу. Мы тут вот на улице. Это обычные такие невзрачные столики. Но здесь лес. Видишь, тебя оператор, конечно, никакой. Вот. Здесь лес. И, в принципе, место не особо важно. Тут действительно вкусно корлен. Правда, последний раз мы здесь кушали, наверное, года полтора. Но мы приехали сюда в надежде, что тут вкусно так же. И я хочу вам сказать, что это находится сразу на повороте в Бортниче. То есть, когда въезжаете, есть поворот. Петя, не смеши. В общем, те, кто в Киеве, те, кто вообще как бы знают, это место просто проехать нереально. Петя, не смейся, пожалуйста. Короче, когда въезжаете в Бортниче, идет самая главная улица, поворот направо. Вот когда поворот направо, это кафе сразу налево. В общем, вот так вот. И нам уже, мы заказали покушать, и много чего вкусного. Начинает темнеть, и камера не очень хорошо снимает, когда темно. Поэтому я свой влог закончу. Я поздравляю вас с Пасхой. Христос Воскрес. Желаю вам всего самого-самого доброго, самого лучшего. И Петя опять меня смешит. И закрыл камеру, не камеру, а микрофон пальцем. Поэтому вполне ясно, что меня слышно не будет. Будете читать по губам. Потому что переснимать я не буду. Я не люблю переснимать. И, в общем, у меня тут куча помощников. Все, я вас всех люблю. С праздником, пока-пока.